Даже там, где властвует холод, есть тот, кто сильнее. Тебойл – международный бренд с многолетней экспертизой в разработке моторных масел для сурового климата, где стандарты качества превыше всего. Тебойл Даймонд – безупречное качество для безупречной работы двигателя даже в самых жестких условиях эксплуатации. Тебойл Даймонд – масло, закаленное холодом. Покупайте на АЗС Тебойл. Всем привет, дорогие друзья. Эта серия начинается не с веселого, а с грустного. Это, мне кажется, первая грустная серия на нашем канале. Вчера произошло очень плохое событие в нашей с вами жизни, потому что вот это, дорогие друзья, госномер от одного автомобиля. Как видите, рамка поломана, и не только рамка, потому что кое-кто разбил мне машину и скрылся с места ДТП. Боже, ну за что мне все это? Это несправедливо. 18 октября в час ночи я был на этой самой парковке. Я отсюда ушел домой. И в 11.30 подписчик, который живет здесь недалеко, скинул мне фотографию и спросил, что случилось с машиной. Я офигел, когда увидел фотографию, но 18 октября я был занят сильно. Маше день рождения был, если быть точным. 19 октября я сразу же сюда вернулся для того, чтобы посмотреть, что произошло. За день до я починил бампер и припарковал машину сюда. У меня вот здесь вот снизу была шишка небольшая. Только-только его полностью покрасили, починили, поставил на тачку, привез ее сюда и хана. И на следующий день оказывается, что бампер мне больше не нужен. Зачем я его красил вообще? Обрати внимание сюда. Видишь вот эту штуку? Это замок капота врезался настолько в бампер. То есть настолько бампер зашел вовнутрь. Вот этот кусок краски, кусок краски с капота, жирный. Потому что капот, если обратить внимание, вот здесь вот идет волной. То есть капот тоже пострадал. Плюс у него немножко излом еще есть. А, нихера себе, между прочим. Смотри, как вот здесь ровно идет планка. И смотри, как вот это идет. Я не знаю, какой силой был удар, но человек явно понял, что он врезался. Потому что обратите внимание, какой кривой усилитель бампера. Вот здесь уголок тоже оторвался. Видишь, тут есть уголки. Они нифига, короче, не на своих местах находятся. Фара вообще вся разошлась. Потому что ее уже несколько раз там, ну, понятное дело, разбирали, собирали, чтобы полировать. Но сейчас ей пришел вот по креплению просто конец. Поэтому оптику нужно покупать, очевидно, новую. Обратите внимание, насколько машина отъехала назад. Пежо и Сильвии стояли рядышком. Смотрите, тачка стоит на ручнике. Она стоит на ручнике полностью за ратом, он полностью исправен. Вероятность того, что человек врезался и не заметил, нет такой вероятности. Человек просто нагло съебался с места ДТП. Вы просто представьте себя на моем месте. Вы выходите во двор, и ваша любимая ласточка стоит просто, ну, без морды. Кто-то разбил и уехал. Ну, согласитесь, что так нельзя делать. Вы себе просто не представляете, насколько неприятно, когда с твоей машиной что-то происходит, и человек потом просто уезжает и не отвечает за свои поступки. Вы же все знаете, что я добрый и конфликтный. Но вот это я простить не могу. Если посмотреть на этот бампер внимательно, то можно увидеть, смотри, если вот так была рамка, а черная краска вот здесь еще, смотри. Ну, еще вот тут вот смотри. Вот тут непонятно, вот тут точно черная краска. Может какой-то обвес пластиковый черный, знаешь? Я думаю, что это может быть не открашенная какая-то задняя часть бампера, знаешь, где просто пластик не открашенный. Здесь на двери был кусочек красной краски. Я этот кусочек краски, красный, взял, положил сюда на белую Peugeot для того, чтобы снять. Видите, дождь прошел, вот эта красная краска, она вот слилась вот сюда. Вот эти белые пятна, непонятно, это наш лак поцарапался и выдал белый цвет, либо это белый цвет автомобиля. Но абсолютно точно это грязный автомобиль, и возможно красный, белый или черный. Включаем детективов, едем узнавать, кто же это сделал. Мы сейчас находимся в ЮКТ. Здесь покрасили бампер на Сильвию, и буквально через день его вшатали, вы уже видели как. Собственно говоря, у нас есть специально обученный человек, Леха. Мы попросили сейчас посмотреть, есть ли какие-то запчасти, просто у них в базе есть как бы вины, типа все дела от Сильвии, а бамперы интересует, и капот вообще на эту машину. Бампер на Сильвию, чтобы купить, это примерно сотка, а капот? Капот также, но заказ примерно там около 70 тысяч. Ниссан Сильвия сама по себе машина, капец какая редкая, я уже молчу про запчасти, где искать на эту машину. Вообще за ней нужно прям неплохо так охотиться. И вот прямо сейчас вот я захожу, Дром, Ниссан, Сильвия, С15. Вот 2500 машина, за миллион какая-то бедолага. Для того, чтобы найти в хорошем состоянии, нужно прям капец как постараться. А для того, чтобы было удобно это делать, на Дроме можно просто подписаться на выбранные параметры, для того, чтобы вы не вручную сидели и искали, а вам приходило уведомление. За такими машинами именно так нужно охотиться. Пользуйтесь, дорогие друзья, Дромом, очень удобная штука. Ссылка в описании. Экономит ваше время, и что касается редких машин, экономит еще и ваши нервы, потому что вы увидите машину первыми. Будьте уверены. За временной промежуток, когда произошло ДТП, а именно с 2 часов ночи до 11 утра 42 минут, сюда заехало, внимание, 278 автомобилей, 106 черных, 98 белых, черных, кстати, больше, 32 красных и 42 автомобиля неопознанных цветов или коммерческой техники. То есть это в 42 входит. Это грузовики, такси, каршеринги. Мне звонит подписчик, вообще это было. Подписчик, который здесь на парковке, который мне сообщил о том, что Сильвию раздолбали. Мне звонит и говорит, Гриш, подойди к дороге. Тут стоит X3, и у него побита жопа снизу синим цветом, и машина грязная стоит. И это как раз та самая грязь, мне кажется, которая была. Мы сейчас по камерам посмотрим, но если это он, я просто охерею, дорогие друзья, смотрите. И я пытаюсь понять, это эта машина или не эта машина. Мискаля, а ты по высоте посмотри. Я подхожу к Сильве, ставлю вот так руку, и смотрите, удар в районе локтя. Я подхожу к X3, ставлю вот так же руку от земли. Не выше локтя удар. Я звоню своим ребятам, гаишникам, я говорю, парни, вот она, давайте посмотрим. И 18-го числа сюда эта машина заехала целой. Мы смотрим 19-е число камеры, и она выехала отсюда тоже целой. То есть машина и заехала, и выехала с этой парковки целой. Это, короче, оказалось не она. Хотя все идеально вообще складывалось, что это конкретно вот эта BMW X3. Вот эта X3 я попала в ДТП просто вот реально за полчаса до того, как я к ней подошел. Что ты испытал? Я, ну как сейчас, понимаешь, я даже когда рассказывал, было весело. Сейчас, опять, грустно стало. Определенно для нас это стало уроком хранения машин, потому что здесь нет камер, точнее, не было. Теперь мы установили сюда камеры. В некоторых наших машинах стоят камеры, которые пишут 24 на 7. Теперь это место под видеонаблюдением. И, к сожалению, все получается не так сладко, как хотелось бы в жизни, что прям раз-раз нашел. Сильвия, конечно же, мы отремонтируем. Вы увидите об этом в следующих сериях. Я очень хочу найти человека, который сделал это с Сильвией, но в жизни так бывает, что пока у нас нет никаких результатов. Но мы приложили огромное количество усилий. Те, кто в предыдущей серии заходил и видел спойлеры, для вас это не удивление, а другие сейчас удивятся. В общем, второй день владения этой машиной, второй день, мне только привезли с Калининграда. Я внесел, я улыбаюсь, машина мечты, кучу денег вообще отдал, для того, чтобы любить эту машину, потому что я за ней долго гонялся. Вы знаете, как я к этой машине отношусь, я ее очень люблю. На второй день владения мне в жопу приезжает КамАЗ. Ну ебаный в рот, блядь. Блядь, ну ебаный ты в рот, нахуй. Уже не добрый. По сути, вот этим крюком столкнул в жопу, но обидно. Второй день владения автомобилем. Только-только я его получил, и не представляю. Блядь, не так обидно. Я просто бухару, бирай. Это просто как из-за анекдота какого-то, вот честное слово. Съехали, значит, на заправочку, потому что экипаж подъехал, сказал, что на дороге стоять нельзя, да, пробки собираете и так далее. В общем, сейчас ехали на обочину. На второй день, как эта машина приехала, просто бах, и все, за секунду все поменялось. Короче, нет слов. Одни эмоции. Вот это самое обидное, что могло произойти. Потому что этот КамАЗ со своими крюками ему, блядь, нужны там вообще, объясните мне. Просто бух. И знаете что? И разбил не просто рендровер, разбил мне сердце. Мне нужно будет поменять вот эту вот планку. Слава богу, это как запчасть идет. Это не тотал. Ее можно сделать, как с завода, чтобы прям без следов каких-то ремонтов. Тем более, я не собираюсь продавать машину. Я оформил ДТП, все как положено, для того, чтобы страховая сделала свои там дела, выплатила мне денег. Мне не страшно, что эта машина попортится. История. Получив все эти феричные повреждения, поговорив с КамАЗистом, который оказался не вписан в страховку, я все равно обратился в свою страховую, потому что мне должен выплатить такой госорган, как называется Российский Союз Остан Страховщиков. У нас 116 эталон. А сейчас 103. Мне еще сказали, что типа приходи во вторник, народу вообще не будет. Поспорили с Маратиком, короче, сейчас, что если следующий будет мой номер, то я им еще лбан. А если он не мой, то он мне. А чем еще заняться в очереди? Разминаю лоб. Стоять. Давай, пока мой номер не выскочил, с тобой договоримся, что это еще лба на фуфу. Только если что, потом без слез. О, не ты следующий. Готов? Я примусь с честью. С честью. Пропустил ты мой талончик. Еще можешь отыграться, мы сейчас ждем осмотра, короче. Ну, да? Ну. Машина? Да. Машина, как бы, она идеальная, вообще в родной краске, сейчас на коллекции, поэтому тут любая царапинка, это от него. А я могу пневму поднять на нем? О, вот это да. Я забыл, пневму. Кто бутылку фанта ставит на подлокотник, блядь? Это был социальный эксперимент. Столкну я бутылку с подлокотника или нет? Ты столкнул? Конечно! Теперь у меня еще и салон в говне, почему нельзя было, блядь, делать вот одно, сука, движение, блядь? Видишь, не вставляешь все равно. Все, встала, понимаешь, блядь? Хочется в глаз дать тому, кто вот так ставит, да? Видишь? Да. Я просто скудно распишу, кто, где. Ждем 20 минут, нам должны сказать, сколько денег мне должны выплатить. Но я думаю, что это просто, ну, типа максималка просто. Пишут и все. Все, ждем, пока в страховую нас пригласят. Короче, я хочу, чтобы вы понимали, что этот ролик, он получается такой более блоговый или влоговый, как правильно я, честно говоря, до сих пор хрен его знаю. Честно, в жизни происходит еще очень много событий, которые вроде интересны, я стесняюсь, как бы, может быть, про них как-то рассказывать, но иногда получается собирать вот такие вот интересные ролики. Я еще недавно был в передаче, которая называется четкая передача, там, новый сезон вышел, где ведущие Антоха и Вован дымится резина, пахнет, всеми известны. Хотят стать автоблогерами, парни меня пригласили, сказали, давай, что-нибудь прикольненькое, типа, поснимаем, сделаем. Я, конечно, согласился, не более, что тема выпуска была не в асик. А ты знаешь, что в Неве есть, чего нету, а на марке? Что? Съемки были суперкрутые, вот, из жизни, вот прям, говорю, как есть. Вам тоже рекомендую посмотреть ролик, там интересно, особенно, когда мы чуть не Васих не перевернули. Блата, перескакивает. Нифига себе. Короче, ребят, ни слова больше, ссылку я оставлю в описании, очень интересный ролик, переходите, смотрите. Не получился никакого хэппи-энда, получилось какое-то, блядь, ожидание реально. Это, это че такое, я сейчас услышал? Это че, блядь, вы че, вы, да и че? Вот это можно отремонтировать за 105 тысяч рублей? Вы че, куда, блядь, смотрели? Это, блядь, ну слушай, у меня слов нет. Это с учетом того, что как бы, ну мы еще скрытые повреждения не посмотрели, но вот это, это скрытые повреждения, вот здесь вот, вот этот вот шок в кузове у меня, это скрытые повреждения. Вот, смотри, наверное, смотри, оп, ты починил, наверное. Вот так видно? Так не особо. Ну вот и все, как бы. Закрыл багажник и поехал. Ну то есть... Давай, закрывай. Так, наверное, не видно, да? Что-то не закрывается. Что-то, блядь, не по плану пошло у нас. 100, сука, 5000 рублей, блядь, Реса гарантия. 100, блядь, 5000 рублей. Чтоб вы понимали, я зашел на разборки, посмотрел, я сказал, мне нужен бампер. У меня автобиографии 5 литров суперчарж. У них там другого размера бампер, другого размера, типа, накладки стоят. Я сказал, сколько стоит бампер? Мне говорят, китайский 30 тысяч. Бампер стоит. Китайский 30 тысяч стоит. Я свою машину в Китае одевать не буду. Блядь, давай свой расчет сделаем. Давай? Ну, давай. Давай свой расчет сделаем. И я посчитаю, сколько стоит, блядь, сделать эту машину. Да, давай, вот так будет правильнее. Давай, все, окей, погнали. Звоним в Бруклунд. Посмотрел видос? Да. Как ты думаешь, сколько страховая мне сказала выплатит за ремонт этого автомобиля? Я знаю отношений. Сколько? 85 тысяч они? Ну, можешь, блядь, 15 тысяч прибавить, вот 20, типа, вот столько. Ну, ты же не согласен, правильно? Блядь, гость, как ты думаешь, согласен я или нет? Нет, ну, смотри, Гриша, теперь у тебя два пути. Первый, это досудебное регулирование вместе с ними. То есть... Это я тоже знаю, это я проходил, что я сначала приезжаю в сервис, разбираю машину, вызываю эксперта, говорю, вот еще скрытые. Они мне по скрытым насыпят еще там тысяч 30, типа, рублей. Не-не-не, не их вызываешь, ты вызываешь независимую экспертизу и результаты независимой экспертизы предоставляешь им. У меня так было, потому что изначально мне за Мерседес посчитали 65, потом подняли типа до 78. Да, для тех, кто в танке, гости попал в неприятное ДТП. Вот у меня, вот у меня машина стояла в сервисе нетронутая, потому что если ты вдруг начнешь что-то делать и у тебя будут судебные разбирательства, тогда суд назначит судебную экспертизу, ты не сможешь доказать, что у тебя были те или иные повреждения. Во-первых, вот здесь повреждения небольшие, это если не отполируется, то это только окраска. А, блядь, натуринка. Вот такое же здесь. А, блядь, я этого вообще не видел. И по-хорошему мы попадаем на вырезание стекла, чтобы окрасить вот это нормально. Вот это идет раз отдельно, два отдельно, вот это деталь. Накладка бампера замена, бампер целиком в сборе без вот этих вставок замена. По вот этой планке объясните мне, как это сделать? Ну, в этой части идет замена, так как крышка сейчас стоит не по зазорам, нужно устанавливать машину на стапель и смотреть зазоры, геометрию. Типа не услали геометрию? Ну да, естественно, если эта штука идет замена, она ушла по-любому. Без устранения перекоса проема багажной двери это называется как-то для страховой, если мы разговариваем об этом. А, ее сначала надо вытянуть, а потом еще... Сначала вытягивается, да, по точкам, потому что ты ее отрежешь, ну, у тебя... Ну да, сыграет мелодичная часть, да. Так, вот из чего бампер состоит? Крамулька на вот этой части, то есть... Вот здесь? Да, смотри. Для чистоты эксперимента прошу все, кто находится в этой комнате, подтвердить, что мы написали только видимые повреждения. Да, да, не разбирая, без эффекта. Прям вот просто как есть, вот прям как увидел человек страховой, точно так же мы посчитали. Я еще не видел эту цифру. Давайте вы первые. Ебать, как это дорого стоит. Ну, ну да. Ну это розничная цена, это новые запчасти, это не по страховой, потому что страховая считает по-другому. Блин, нахуй, как они 100 тысяч посчитали, блядь, я не понимаю. 100 тысяч там, ну, никогда не получили. Как они, блядь, тут запчастей только на 300 тысяч рублей. Отнимаем 50% стоимость от амортизации от стоимости запчастей получается 148 тысяч только запчастей. Ну и плюс, как бы, те же самые работы, 112 тысяч рублей. то есть, это минимум, минимум. Они ошиблись в два раза. Это минимум. Слушай, я могу сказать, что с тобой солидарные будут, ну, блин, абсолютно все, кто сталкивался с этим. Я в том числе, я также, машину мне въехали, я не виноват. Покупать мы его, что-то, в страховой, так сказать. Блядь, одни проблемы, как обычно, все через жопу, блядь, я даже не удивлен. Все страховки реально стоят, как бы, космос, они выплачивают ничего. Почему мы возим американские машины с аукционов, тех же самых, которые, у них страховка стоит дорого, но не получают новую машину. Наши страховки уже начинают стоить, как бы, ну, нормально, да, ну, при прочих равных, но при этом выплачивают так же. Я не понимаю, как это работает. Это просто случайно, что мне в Ресо сделали страховку, потому что мне ее сделали онлайн в Калининграде. Ребята, которые помогали мне машину на учет поставить. Я считаю, это полное свинство Ресо. Мы с вами любить будем друг друга очень сильно и долго. Предлагать 105 тысяч рублей под роспись, ребят, ну, это вообще не серьезно. Я уверен, что этот случай не только со мной произошел, со страховой, типа не выплачивают. Он произошел у меня, он происходил у моих знакомых. Костя, которому я звонил, рассказал про свой случай. Давайте поступим так. Напишите в комментариях, я уверен, что таких случаев было очень много. Напишите в комментариях свой случай, как у вас происходили делишки со страховой, положительны они были или отрицательны, хватило вам вообще на ремонт или вообще настолько не хватило, как в моем случае. просто интересно почитать реально вот прямо сейчас спустились написали я открываю комментарии все прочитаю будем делать выводы если что-нибудь интересно еще отреза найдем добро пожаловать в клуб вот кстати пижоха пижоха это отличное доказательство того что найти человека даже имея камеры прям вот в моменте очень тяжело вот эту машину мне во дворе не здесь на парковке а во дворе разбили четыре раза кто-то хорошенько проехался по сплиттеру вот здесь сломано здесь все поломан здесь бампер отслоился такой звук такой хрящ по любому человек услышал решил просто уехать с места дтп по нему кто-то еще сильнее проехался вот опять вот отсюда вот тут как вот вот широкая дорога тут как бы проехать просто километр полноценное парковочное место второй раз второй раз никто не оставил номер телефона ладно первый раз чуть-чуть зацепили но часто вообще жесть вот это что такое сегодня в третий раз какая-то козлина наехала на бампер автомобиля сейчас покажу вы просто значит вот парковочка вот стоят машины вот так вот они стоят все классные вот стоит моя пижоха место тут ого-го сколько вот ну как ну как так можно было бампер оторвать здесь еще надломили кусок поверьте я делал все возможно чтобы эту машину не коцали у меня полное ощущение того что это делали специально ребята с брукландс костя сказал гринь давай мы сделаем вот машину вот как как вы сейчас видите идеально белый потому что она была с красными ужасными наклейками не выглядела не аутентично не прям как из фильма такси костя с брукландс сказал давай за что ему огромный вообще респект он сказал давай сделаю из этой машины прям как надо прям по канону я конечно вообще не ожидал вот настолько плохой ситуации мы подходим к пижо и у нее еще оказывается разбито лобовое что с лобовым не было реально хейтеры люблю вас что-то скинул какой-то камень что ли на нее пижоху разбили четыре раза у меня есть все stories и все фотографии и брукландс ее спасли придется все механическим путем мы ее будем полностью красить блин капец она новая блин эти штуки вообще стали как новые и здесь вообще все как новое короче вы поняли что пижоха получилось просто идеально сейчас она немножко в сугробе она на летней резине мы сейчас ее обратно переобуем на хорошую зиму и вопрос к вам дорогие друзья что с ней делать напишите пожалуйста в комментариях потому что у меня есть идея что если батя сделает эту машину супер валящий для такси у вашей машины очень приятный звук я приобрел b6 немного подкормил чтобы она приобрела голос и 6 должна петь потому что у нас сейчас идеально ровный крепкий кузов и все делали абсолютно peugeot с фильма такси внешне как из фильма но ни одна из них не фигачила как фильме прям вот это что полиция нет это мои друзья мы тут любим гонять на перегонки то если сделать эту машину валящий напишите в комментариях стоит этим заниматься или нет я уверен что это тяжело но это не раз два сделать это реально полгода и ковырять но зато через полгода мы получим такой результат на самом деле это пижок и сейчас сам удивительная машина которую у меня есть я не хочу продавать эту машину в первую очередь в деньги потому что по факту это 406 пижок который ничего не стоит даже если вы часу зайти на дром и посмотреть 140 тысяч дром пишет вот плашечкой нормальная цена в принципе по этой плашке очень удобно ориентироваться на дроме потому что если вы мало чего понимаете в машине дром это делает за вас вот моя в идеальном состоянии сколько она может стоить на максимум 400 вложили ты мы в нее больше поэтому продавать эту пижок я не буду а вы пользуетесь дромом обращайте внимание на плашку который называется отличная цена она поможет вам выбрать автомобиль дром ссылка в описании поскольку у нас сейчас история такая в ролике более такая блоговая что у меня в жизни происходит что вокруг меня происходит я вам расскажу немножко про свои машинки которые у меня вот здесь вот стоят и про очень интересный случай одного очень хитрого эвакуаторщика если раньше у меня выкуривали автомобили за то что они как-то неправильно припаркованы то сейчас у меня выкурят автомобили которые идеально правильно припаркованы но потому что они без номеров Приехали за тачками, за новыми Целых три штуки Стоят они вот здесь на штрафстоянке Но мы приехали их не покупать Потому что это наши машины Помните, у меня была история с Мазда-трешкой Вон там получается, да? Я вчера в час ночи возвращаюсь домой И я до пяти утра пытался понять, где Мазда Есть ощущение, как будто Тюремой выходит машина Ну все, свободен А просто пока мы ехали на учет ставить И ее вчера еще раз эвакуировали После Мазды прошло много времени И мы научились покупать машины, которые ни разу не стояли на учете в РБ Они на несколько процентов еще дешевле И короче, тачки, которые без номеров к нам приезжают Это просто находка Я на этой штрафстоянке раз в десятый, наверное, уже Есть такой закон, называется что-то там антитеррористический Что машины без номеров нужно эвакуировать всегда Меня по факту никто не обязует ставить машину на учет Но я тогда не должен на них ездить А я на них и не езжу Они у меня стоят, там продаются Новые машины Эвакуировали машину, я приехал, подтвердил, что я как бы собственник этих машин Я даже не отклеиваю наклеечки с штрафстоянки Привожу машину, оставлю на парковку, на парковочное место Ее нахер увозят Остался один способ Один способ Сейчас мы заберем тачки И я этот способ вам покажу Как сделать так, чтобы ваши тачки без номеров не эвакуировали Для того, чтобы мой метод не эвакуации автомобиля работал Вам нужно два автомобиля Опа У нас есть проблема Что случилось? Бампер сзади немножко пошел Куда? Отошел Давай стягнем его Спасибо Когда мы доставляли эту машину из Польши Вот эти обвесы в салон не влезали Поэтому мы просто их договорились приложить к машине Поэтому так и должно быть Ничего и страшного Все нормально с головой Ты еще в футболке? Я, да На парковку приедет, будут уже слюни пускать У меня катил грязной водичкой Я решил помыться Как форсажи прям Ты видел, как они подъехали красиво Прям для кадра Такие прям завернули Такие вот Они мы стоим Такие вот Если тачку без номеров эвакуировали с платной парковки Ты можешь позвонить и узнать, на какую парковку увезли Если тачку увезли с бесплатной парковки А это бесплатная парковка С размещенными местами Все нормально Тебе нужно самостоятельно их искать В 21-м пункте выдачи автомобиля Сейчас тачки стоят вот здесь Вот в этом районе эти тачки стоят Знаете, куда их увозят? Под Подольск Это вообще в соседний город их практически увозят Я уверен, что это делает один и тот же эвакуаторчик Один и тот же Потому что, кстати, а почему их не на разные стоянки увозят? Потому что один и тот же Потому что один и тот же, сто процентов Сто процентов У меня для тебя подарок, друг Ну ладно, 250 рублей тоже нормально Как-то потяну, наверное Как тебе такой эвакуаторщик? В цвет взяли, в цвет эвакуаторов В зелененький Дисклеймер Своими действиями мы хотим Проэкспериментировать Увезут ли ЦУДДшники автомобили Пристегнутые вот такими вот велосипедными замками Какие будут у них действия Все сделано исключительно в целях эксперимента Причем мы, кстати, позаботились вообще обо всех Мы взяли зелененький Специально, чтобы пешеходы, если что, не споткнулись И обратите внимание, как близко мы поставили тачки Если так, в принципе, никто не ходит Но если у кого-то возникнет желание То человек явно обойдет где-то с другой стороны Потому что здесь слишком узко Миссия выполнена Четыре машины, которые без номеров На этой парковочке Пристегнуты друг к другу Либо вы сейчас увидите реакцию эвакуаторщика И как мы его за руку поймаем Если сейчас ролик закончится, то все как бы Значит не увез Здравствуйте А что это мы машинки эвакуировать хотим? Конечно А у меня такой вопрос А у вас? Я понимаю, что есть такой закон, да? Антитеррористические машины эвакуировать А голова на плечах есть у вас? Ну какого пера? Машины два-трижды эвакуированы в наклейках Вы приезжаете, видите наклейки и уезжаете Что за этими приехали? Что за теми не приехали? Что за теми не приехали? Я не одену, потому что не связали эти машины Как мне хранить машины? Вопрос к вам, можете ответить? Не надо То есть закон позволяет мне не ставить на учет новые автомобили Если я не буду пользоваться автомобилем как средством передвижения Но по другому закону Автомобиль без гузнака будет немедленно эвакуирован Это полное противоречие законов И какой-то замкнутый круг Потому что я вот так вот не могу хранить автомобиль на улице без гузнака И самое интересное, что я не плачу никаких штрафов Я не плачу за эвакуацию Я не плачу за спецстоянку Потому что я ничего не нарушаю Неоднократно я приезжал, подтверждал собственность всех автомобилей Автомобили до сих пор все находятся в наклейках штрафстоянки Но очень хитрые эвакуаторщики все равно в тупую их эвакуируют Зачем вы тогда это делаете? Вы вот это эвакуируетесь? Скажите, у меня такая работа, у меня такой план Такая работа Плана нет, не дают заявку Я приезжаю, отрабатываю Ну, вы приехали по заявке, тут стоят машины Они уже в наклейках штрафстоянки Неужели чуть-чуть в голове не может возникнуть, что их уже эвакуируют? Я отрабатываю заявку Так снимают, поэтому вы сейчас работаете на камеру Марат, выключи камеру Сейчас что-то должно пойти, сейчас что-то должно начаться Вы еще за ними приедете потом? Я не знаю Конечно, вы приедете, вот вам ответ Как будет заявка? Какая заявка? От высшего руководства Вы здесь были за этими машинами? Приезжали уже? Вопрос У вас есть головка Вы подходите к машине Она, сука, опечатана, в наклейках штрафстоянки У вас не возникает вопроса в голове? Ну, сука, конечно Ну, значит, у нее есть собственник, если она вернулась Ну, завтра вы за ним все равно приедете Страватор приедет, да? Ну, заявка Ну, заявка Ну, меня тоже связать? Ну, то есть вы связаны, не эвакуируй Все в вашем случае Вам дают, чтобы вы даете 10 суток 10 суток, правильно? Да, по договору купли-продажи За что? За то, что вы не уложите срок походу У них нет учета, они новые, в РФ, на них только ЕПТС выдан Это если вы просрочили регистрату, когда машины пыли номера и следующие повесили Пожалуйста, полторы тысячи рублей штраф И тот человек пишет налоги за машину, заплатишь штрафы, там, еще что-то Я прекрасно это все знаю Вариант подложить себе под лобовой щекот Договор купли-продажи А давайте пройдем, вот снег почистим и посмотрим Ну, то, что снег сейчас мы не обязаны чистить, как бы, да? Так я себе Да, стоит там, на низку гроб Кошмар, а этот абсурд меня доконал У нас работа простая, пальцы с носа достал, машину эвакуировал и уехал Правильно я понимаю? Извиняюсь за сильные эмоции, которые у меня были За возможное чрезмерное употребление матных слов Но по-другому я не могу, потому что в общей сложности, ну сколько? Раз 15, наверное, машину увезли Но вот еще раз приехали Результат какой? Отфотографировали сейчас все документы, которые были на автомобиле Без номеров, которые здесь стоят Они все загружены в базу Человек, как бы, поклялся Сказал, что я сейчас вот вечером начальнику доложу Что, я знаю, как он ему доложил Что пришел городской сумасшедший и на них наорал Вот, примерно, я думаю, он вот так скажет И еще самое интересное, что наш челлендж с связанными машинами сработал Он сказал, что, типа, ну мы тебя не увезли Почему мы тебя не увезли? Ну вы же их связали Что за этими приехали? Что за теми не приехали? Я вам ни в коем случае не рекомендую делать что-то такое похожее Пытаться как-то обмануть систему Это всегда плохо заканчивается У нас конкретно шахматная партия Вот с эвакуаторщиками, которые сюда приезжают Мы не нарушая ничего Страдаем, как бы А страдаем просто, вот, я не знаю от чего Я считаю, от долбоебизма конкретно эвакуаторщиков Потому что они приезжают И они в тупую просто уводят Просто в тупую Машины спасены, машины стоят Доки все загружены Фамилию начальников мы услышали Но если еще это продолжится Вы об этом узнаете Кстати, пользуясь случаем Коль мы сейчас находимся на парковке Прямо сейчас за моей спиной Стоит один очень редкий автомобиль Которому не то 50, не то 60 лет Я, конечно, в документах еще посмотрю И эту тачку у нас уже купил Очень звездный гость Интригует С удовольствием узнаю подробности Давайте дам вам небольшую подсказочку Ч, Б, Д Все, подсказок больше не будет Прямо сейчас спускайся в описании Там инструкция Как найти автомобиль на дроме Также ссылка на дром Пробивайте, смотрите И попробуйте догадаться Кто же купил себе этого малыша Все, ссылочки все в описании А это получается конец серии Как-то у нас внезапно так получилось Но Иди на дром, дорогой друг А мы пойдем спать